Два дня в режиме нон-стоп, несколько тысяч участников форума, профессионалов, любителей фитнеса и современных танцев, занимались у преподавателей из Кубы, Франции, Швеции и Москвы. Мы берем в фитнесе танцевальное направление и, естественно, хореографические роки. По контемпорарии и по хит-попу это роки больше для любителей современной хореографии. Но на сегодня идет такое смешение стилей, такое проникновение и фитнеса, и хореографии друг в друга, что порой даже не отличишь, к какому направлению отнести данный вид движения. По словам организаторов фитнес-форума, главная цель события – познакомить жителей нашего города с модными танцевальными направлениями, которые, в свою очередь, происходят в результате трансформации классических стилей. Все стили трансформируются. Например, классический балет становится другим. Если взять, к примеру, Нижинского, Барышникова, Нуриева, Майо Плесецкую – это был более эмоциональный танец. В наши дни танец более технический – высокие прыжки, сумасшедшие повороты, требования к растяжке. Со временем все танцы трансформируются – модерн, постмодерн, контемпорарий, даже хип-хоп. С тех пор, как я в первый раз танцевал брейк-данс, когда он только появился, он был простым. Сейчас он включает в себя много разнообразных движений. Дело не в стилях. Дело в том, что меняется тип тренировки. Классическая аэробика и степ уходят в прошлое, потому что они становятся более продвинутыми. Люди не хотят следовать рутине, поэтому в это направление приходит танец. Мы разбавляем тренировки танцем, легким танцем ниже среднего. Люди повторяют – им это нравится, и постепенно их уровень повышается. А слово «кардио». Конечно же, так как люди из аэробики, мы все заточены на то, чтобы был пульс, джир-жигание, тартата, вот эти все штуки. Но, несмотря на это, все равно хочется двигаться красиво, и хочется людей научить двигаться красиво. Заряда энергии и хорошего настроения участникам форума должно хватить на год, а там настанет время обновить свои знания танцевального фитнеса.